Всем привет и добро пожаловать на канал профессионального тренера по баскетболу. В этом видео я расскажу вам некоторые закономерности, благодаря которым вы сможете улучшить свой личный рекорд в баскетбольной мини-игре, как честными, так и не совсем честными методами. Но не используя читы, тренеры и любое стороннее вмешательство в игровой процесс. И начнем мы с честных методов, благодаря которым я выиграл соревнования по баскетболу в клубе игроков GTA San Andreas, а также набил очень большое, как для честной игры, количество очков. Совет 1. Игра дает нам напутствие, согласно которому мы можем увеличить точность броска в кольцо, если отпустим кнопку броска в момент пика прыжка СиДжея. Так вот, нужно сделать так, чтобы для вас отпустить вовремя кнопку было легко, как дважды два, чтобы по-другому вы не могли поступить в принципе. Это дело привычки, и если сейчас так не получается, попрактиковавшись некоторое время, вы будете автоматически отпускать кнопку вовремя на подсознании. Кнопка броска мяча в кольцо совпадает с кнопкой спринта, и не исключен такой случай, когда вы ее нажмете в ненужный момент, полагаясь на то, что СиДжей быстрее побежит. А вместо этого он бросит мяч в кольцо преждевременно, не добежав до красного маркера. Я себе поставил левый шифт и правый шифт для этих действий, чтобы бегая клавишами WASD, нажимать на левый шифт мизинцем, когда нужен спринт, и уже правой рукой нажимать правый шифт для броска в кольцо. Так можно приучить себя той иллюзии, что эффект от этих кнопок разный, и знать, что бросаете вы только нажатием правой руки на правый шифт. Возможно это звучит странно, но именно таким методом я исключил случайные броски в кольцо в своей игре. Совет 2. Нажав на кнопку начала соревнования, первый маркер появляется в случайном месте, где-то недалеко от кольца. И незачем подбирать лучшее стартовое место, ведь таймер неподвижен до момента первого броска. Поэтому перед началом можно выбрать удобную позицию для первого броска без ограничений во времени. Но заметьте, что некоторые первые броски дают 1 минуту 8 секунд на таймере, а некоторые 1 минуту 11 секунд. И зная это, вы можете продолжать соревнование только тогда, когда первый бросок даст 1 минуту 11 секунд. Так как эта разница в 3 секунды резервного времени может повлиять на итоговый результат в соревновании. Совет 3. Как мы все знаем, если СиДжей бежит быстро, есть вероятность застать анимацию его торможения после такого бега, которая несовместима с анимацией начала броска мяча в кольцо. Поэтому во время такого торможения мы ждем, пока СиДжей полностью остановится, и только потом начнет разворачивать тело, чтобы совершить бросок мяча в кольцо. Чтобы такого не произошло, перед началом броска нужно отпустить все кнопки, которыми мы задавали направление, куда бежать СиДжею. И только потом начать держать кнопку броска в кольцо, когда до этого все другие кнопки отпущены. Совет 4. Ни для кого не секрет то, что худой СиДжей бегает немного быстрее, чем СиДжей качок, и намного быстрее, чем толстый СиДжей. Я делал специальный тест при равных условиях и сам в этом убедился. Но по моим наблюдениям, самое проще точно забрасывать мяч в кольцо, если СиДжей в хорошей физической форме. А разница в скорости бега между накачанным и худым персонажем всего лишь 5,37%, что не так существенно играет роль в ходе соревнования, нежели один или несколько бросков мимо. Совет 5. Игра нам показывает область, с которой мы можем бросить мяч в кольцо красным круглым маркером. Но на самом деле эта область намного больше, и ее радиус почти в два раза длиннее того, что мы видим в игре. Поэтому знайте, что мяч можно бросать не обязательно с центра красного круга. И чем ближе к кольцу вы бросите мяч, тем меньшую дистанцию нужно будет пробежать, чтобы забрать мяч из-под кольца. Да, и бежать к маркеру также нужно будет немного меньшее расстояние, если бросать мяч немного не добежав до красной зоны. Кажется мелочью, но сэкономив эту половину секунды на каждом новом броске, вы всегда будете иметь чуть больше резервного времени на таймере, которое пригодится на последних рывках в погоне за лучшим результатом. Совет шестой. В среднем, после достижения 15-20 очков в соревновании, игра размещает маркер для броска мяча в зоне, которую мы не видим, из-за того, что камера сфокусирована на нашем персонаже относительно баскетбольного кольца. Потому только расположение точки на радаре поможет нам понять, куда бежать к следующему маркеру. Но маркер на радаре виден не совсем точно, а еще он перекрывается меткой нашего расположения в середине радара. Потому недолгая практика вам даст понять, как определить точное расположение нового маркера и как бежать к маркеру, который мы не видим, даже не глядя на происходящее на экране, а руководствуясь только тем, что видно на радаре. Метка нашего персонажа имеет форму капли, где острый конец обозначает текущее направление персонажа. Но мы находимся не на этом остром краю метки, а в ее середине. Потому если новый маркер не видно на радаре, когда вы развернетесь на 180 градусов, расположение маркера будет более понятным, и, скорее всего, он будет ровно сзади персонажа. Перед началом игры рекомендую очистить игровую карту от точки назначения персонажа, если вы ее ставили на карте на баскетбольном поле, чтобы знать, в каком направлении туда ехать. Совет седьмой. Самое удобное время, чтобы проверить расположение нового маркера на радаре, это период анимации, когда СиДжей подбирает мяч и один раз отбивает его от земли. В этот момент игрок не может двигаться, потому в это время можно за секунду увидеть приблизительное расположение нового маркера и мысленно выстраивать к нему кратчайший путь. А вот во время броска мяча в кольцо, как только видите, что мяч полетел в корзину, начинайте держать кнопки направления и кнопку спринта, чтобы как можно быстрее начать бежать к кольцу. Не стоит ждать результата броска, сфокусируйтесь на начале следующего. Совет восьмой. После броска мяча в кольцо, СиДжей некоторое время опускается на поверхность и стоит там, после чего вы можете начать бежать к кольцу. После попадания в корзину, игра нам показывает новое место для следующего броска. Если это место было видно на экране в момент, пока СиДжей не начал приближаться к кольцу, запомните это новое расположение маркера и когда вы возьмете мяч, вам не нужно будет ориентироваться по радару, ведь вы и так знаете, куда бежать. Совет девятый. Есть две самые дальние точки, где может быть расположен маркер для броска мяча. Это дальний левый угол и дальний правый угол. Если вы уверены, что маркер появился именно там, вместо случайного маршрута, когда СиДжей подберет мяч, просто зажмите кнопку направления вбок, а когда персонаж начнет разворачиваться в эту сторону, не отпуская кнопки направления вбок, зажмите кнопку вниз. Если все сделать правильно, СиДжей плавной дугой побежит ровно в самую крайнюю точку активного баскетбольного поля, с минимальной погрешностью. А дальше дело остается только за тем, как вовремя остановиться в короткий отрезок времени, когда маркер вот-вот появляется в нашей зоне видимости. Совет десятый Не самая полезная информация, но все же. В игре есть три вида баскетбольных мячей. Первый – это катсценный мяч. Второй – это мяч с баскетбольного поля. А третий – это мяч, которым мы играем в баскетбол после того, как его подобрали. Наш мяч для активного баскетбола игнорирует время суток и остается одинаково ярким даже в полночь, в то время как мяч вне взаимодействия с нами более темный, и его яркость зависит от погоды и темноты на улице. Во время броска мяча в кольцо, СиДжей бросает мяч активной игры, а как только он отрывается от рук, моментально превращается в более темный мяч с баскетбольного поля. Потому этот самый момент перехода между двумя мячами – это и есть идеальный момент, чтобы отпустить кнопку броска, после чего мяч безупречно попадет в корзину. Разницу в яркости мячей лучше всего наблюдать в темное время суток. Совет одиннадцатый. Касательно сокращения расстояния к маркеру. Не рекомендую проводить челлендж на баскетбольных площадках в The Camel's Toe, по причине того, что рядом с площадкой находится забор, и иногда маркер для броска мяча располагается за ним. Следовательно, игроку придется оббегать забор каждый раз, когда точка будет появляться именно там, что повлечет за собой потерю времени на таймере. А еще на площадке стоят лавочки, на которые иногда могут сесть пешеходы. И некоторые из таких лавочек также находятся на территории, где может появиться маркер для броска. Си Джей довольно смело пробегает по лавочке, и это не даст ему потерять мяч или сбить анимацию готовности к броску. Но все равно такая лавочка очередное препятствие. На такие лавочки иногда садятся пешеходы, и если несколько раз врезаться в человека, он может захотеть начать нас бить. Скорее всего, до такого ни у кого не дойдет. Просто знайте, что как только агрессивный пешеход ударит Си Джея хотя бы раз, мяч падает на землю, и соревнование прекращается. Совет двенадцатый. Все броски в кольцо с расстояния менее 6 метров прибавляют нам 1 очко, а все броски свыше 6 метров прибавляют нам 2 очка, и расстояние броска можно регулировать в зависимости от того, насколько далеко от кольца вы выберете место для броска мяча рядом с красным маркером. Уже начиная с четвертого броска, бывают случаи, когда уже есть возможность совершить двухочковый бросок. Тем самым может показаться, что начав совершать такие двухочковые броски в кольцо как можно раньше, вы имеете преимущество над другими игроками, которые так не делают и не получают по одному дополнительному очку на нескольких бросках. Зачастую это броски от четвертого до восьмого. Но, как оказывается, это наоборот ухудшает наш результат, потому что в начале соревнования за каждый успешный бросок мы получаем по 12 секунд дополнительного времени, до 6 или 8 очков. Затем начнем получать 10, 9 или 8, пока не достигнем 20 очков. После 20 очков получение дополнительного времени будет варьироваться от 5 до 7 секунд. И это будет звучать глупо, но нужно забросить как можно больше 1 очковых бросков, пока есть такая возможность, дабы накопить максимум времени на таймере до того момента, пока оно не будет идти на спад после каждого нового броска. И пока бонусное время за успешный бросок не перестанет перекрывать потери времени на совершение этого броска. Мне удавалось накопить до 1 минуты 55 секунд времени на таймере. И это все хорошо, но как ни старайся, все равно рано или поздно время на таймере неизбежно закончится. Потому пора обсудить не честные методы игры в баскетбол, а именно метод остановки времени на таймере соревнования. Для этого нам нужен регулярный звонок к СиДжею другим сюжетным персонажам, во время которого иконки миссии исчезают. Например, звонок Каталины после миссии НОЕ. Также нужен доступ к любой миссии, на которой есть таймер. Например, любая миссия на карьере. И последнее, что нужно иметь, это любое огнестрельное оружие и возможность играть в баскетбол. Начинаем игру. Нам сразу звонит Каталина. Ничего не предпринимаем. Просто едем на карьер и становимся недалеко от маркера миссии карьера. Когда Каталина позвонит в следующий раз, стреляем в воздух и запоминаем время выстрела. Теперь, ровно через минуту реального времени, прыгаем в красный круг и, начиная с момента, когда СиДжей немного присядет во время приземления после прыжка, зажимаем кнопку Escape, чтобы игра мерцала между главным меню и игровым процессом. И не отпускаем эту кнопку до момента, пока не услышим телефонный звонок. Затем, отпустив кнопку Escape, у нас начинается миссия с таймером, на протяжении которой мы должны добраться до баскетбольного поля. Главная задача – это успеть начать баскетбольное соревнование до истечения времени на таймере. Если мы успели начать соревнование, можно заметить, что вместо баскетбольного таймера на экране мы видим таймер миссии с карьера. Когда время на таком таймере закончится, миссия на карьере будет провалена, и таймер исчезнет вовсе. И с этого момента можно участвовать в соревновании сколько угодно, пытаясь сделать личный рекорд очень большим. Но бесконечно так играть не выйдет, потому что через некоторое время мы потеряем весь жир или все мышцы от голода, после чего начнем терять здоровье, и вскоре изголодаемся полностью. А покидать игру нельзя, так как это закрепит наш текущий результат и придется потом начинать с самого начала. Чтобы не голодать на баскетбольном соревновании, нужно купить сникерс. Да, если бы все было так просто. А так нам для этого понадобится одна из девушек, которая будет готова предложить нам зайти на кофе после свидания, а кроме этого понадобится все остальное, что я перечислял ранее. Приезжаем на миссию в карьере. Желательно, чтобы это была та миссия, на которой в нашем распоряжении 8 минут. Как описывалось ранее, заходим на миссию через звонок Каталины, затем берем Санчес и едем к девушке на свидание. Совершаем успешное свидание и привозим девушку домой, зайдя на красный маркер. Когда она предложит зайти на кофе, ничего ей не отвечаем и просто стоим, пока время миссии в карьере не закончится. Таймер не будет виден, но он все равно работает. Будет заметно, что по окончанию времени на таймере миссия карьера будет провалена, а мы получим управление персонажем, так ничего и не ответив девушке. В таком состоянии надо прибыть в любой фастфуд-ресторан и, начав выбирать блюдо, нажать кнопку согласия на приглашение девушки. Произойдет кофе, и мы чудесным образом перенесемся к ее дому с тем самым выбором блюд из фастфуда. И теперь нужно донести это фуд-меню на карьер и повторить все то, что уже делали ранее, чтобы остановить таймер. Пользоваться фуд-меню сложно, так как кнопка покупки еды совпадает с кнопкой броска мяча в кольцо. Но когда мы переключаем блюда, в момент их переключения у нас есть 3 секунды, чтобы нажать те кнопки, которые нам нежелательно нажимать случайно. В момент переключения блюда можно сесть в автомобиль или выйти из него. А принимать пищу без причины нежелательно, потому что в течение одних суток СиДжей может съесть до 11 блюд. С 12-го он обычно начинает блевать прямо в заведении фастфуда. Но в нашем случае ситуация будет еще хуже. СиДжей, находясь на баскетболе, перенесется в фастфуд, чтобы блевануть. Но анимация баскетбола не даст ему это сделать там, и мы вернемся на баскетбольное поле, чтобы вырвать на нем. После чего фуд-меню пропадет, соревнования по баскетболу деактивируются, а камера замрет в текущем положении, пока мы не перезагрузимся, или пока не войдем в любой интерьер. В общем, имея фуд-меню, можно поставить любой рекорд по количеству очков в баскетбольной мини-игре, периодически подкармливая себя. Но нужна некоторая сноровка, чтобы не принимать пищу случайно, забыв переключить блюда перед броском мяча. Есть и менее ответственный способ себя прокормить во время баскетбольного соревнования. Для этого также покупаем сникерс, Нет, покупаем дом в Whitewood Estates и пригоняем в его гараж автомобиль-эвакуатор. Еще нам нужно проверить, чтобы недалеко от стрип-клуба периодически стоял автомобиль-хот-дог, а все остальное я уже перечислял ранее. Начинаем миссию в карьере через телефонный звонок, как и ранее. Затем едем на Санчезе в наш дом за эвакуатором, чтобы потом на нем зацепить автомобиль, продающий хот-доги, и отвезти на баскетбольную площадку в Южном Лас-Вентурасе около клуба. Наша задача – определить, на каком из нескольких баскетбольных колец появится мяч, чтобы пристроить туда свой автомобиль с хот-догами, учитывая то, что нам нельзя попасть в зону действия баскетбольного поля. Иначе баскетбольный мяч станет неактивным и будет лежать как декорация даже во время того, как заспавнится новый активный мяч. Поставить автомобиль-хот-дог нужно также так, чтобы, играя в баскетбол, вы могли видеть его, когда СиДжей приближается к нему. Точнее, чтобы было видно середину машины, где сидит продавец. Поставив автомобиль правильно, можно перекусывать с него прямо во время баскетбольного соревнования, но имейте в виду, что так как автомобиль вне зоны баскетбольного поля, то и долго находиться за его пределами не выйдет. Через 2-3 секунды наше соревнование сорвется, потому бегать на перекус нужно быстро и обязательно без мяча. Если прибежать на перекус с мячом, то СиДжей будет неподвижно поедать хот-дог, пока мяч сам себя набивает об асфальт, после чего соревнование закончится принудительно из-за долгого отсутствия на поле. А без мяча делать такие перекусы легко. Нужно всего лишь подбежать на красный маркер и сразу бежать обратно, чтобы оповещение про выход за зону игры исчезло. Поедание хот-догов медленно полнит главного героя, но не дает ему возможность переесть и проблеваться. А верный друг-продавец хот-догов будет на готове круглые сутки, независимо от того, насколько долго растянется наше соревнование. Как по мне, это лучший метод, с которым можно достичь небывалых результатов в баскетболе, а потом удивлять им своих друзей и знакомых. Всем спасибо за просмотр этого видео, а также отдельное спасибо тем, кто помогал мне изучать эту информацию. Желаю всем улучшить свои личные результаты в баскетбольной мини-игре и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!